Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Новые акценты, свежие решения, ближайшие планы. Губернатор Николай Меркушкин обратился с посланием к депутатам Губдумы. Новоселье к Новому году. Квадратный метр в новостройках получили военнослужащие из Самарского гарнизона. Новый спорткомплекс в Волгаре. Развитие Куйбышевского района жители обсудили с главой Самары. Колбаса из конины и домашний чак-чак. Чем удивляют самарцев на сельскохозяйственной ярмарке? Домой с вагоном знаний. Школьники из Пензы с пользой провели время в Самаре. Важнейшие вопросы, новые решения, ближайшие планы и стратегия на перспективу. Губернатор Николай Меркушкин обратился с традиционным посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям области. Программные документы руководства к действию в нем отражены главные направления в экономике, сфере образования и культуре. В зале работал корреспондент Самары ГИС. Основные тезисы послания в нашем обзоре. Несмотря на сложный уходящий год в Самарской области, рост по многим показателям. За четыре года открыто 59 новых производств. Оваловый региональный продукт вырос более чем на 7%. В условиях санкций и кризиса инвестиции в Самарский регион выросли, в том числе в социальную сферу. Такие показатели привел губернатор Николай Меркушкин в самом начале послания депутатам губернской думы и жителям области. Прямая трансляция шла на ведущих каналах области, в радиоэфире и на интернет-сайтах. Большим достижением самарских предприятий стал объект мирового значения. Наши заводы проложили еще одну дорогу в космос. В горячем году произошло важнейшее событие в целом для страны. И, конечно, Самарской области. Состоялся успешный запуск самарской ракеты с первого российского гражданского космотрома «Восточный». Во многом концепция нового космотрома, его проектирование и строительство осуществлялись самарскими предприятиями во главе с РКЦ «Прогресс». Сызеринский дежмаш исполнил основной стартовый стол. И вот очередная масштабная задача. Самарские заводы примут участие в реализации крупнейшего газового проекта. Рост показателей и в других отраслях промышленности. Рекордную сумму 9 миллиардов рублей в бюджет перечислят нефтяники. Продолжится сотрудничество с нефтегазовым сектором в реализации социальных программ. Автоваз увеличил продажи на 18%, устойчиво занимая пятую часть отечественного авторынка. На 20% увеличен доход в химическом кластере. Самара вышла в лидера по строительству жилья. Строятся новые школы, детские сады и спортивные объекты. Но главное достижение – дорожное строительство и транспорт. В городе идет ремонт дорог, строятся развязки на Московском шоссе, возведены первые пролеты Фрунтинского моста. Получил поддержку проект строительства «Магистрали Центральная». У нас в правительстве России как движение по строительству «Магистрали Центральной». Надо очень активно сейчас продолжить работу и в этом году начинать строительство. Проектирование, перешивание окончательно и начать строительство. Потому что в этом «Магистрали» имеют особые значения. В 2017 году должны стартовать новые масштабные стройки. Городу нужен новый автовокзал, речной вокзал и скоростной трамвайный путь в направлении Самара-Арены. По этим рельсам будут ходить лучшие в стране трамваи. Продолжится закупка городского муниципального транспорта. В Самарской области удалось улучшить показатели по многим направлениям. За четыре года в пять раз выросли объемы дорожного строительства. Более чем в полтора раза увеличились вложения в здравоохранение. В Самаре построен современный высокотехнологичный перинатальный центр. Самара выходит на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футболу. Полтора года осталось до мирового спортивного праздника, во время которого город будет принимать топовые матчи мундиаля. Задача и власти, и бизнеса, и каждого самарца – воспользоваться историческим шансом, чтобы на достойном уровне принять чемпионат. Марина Кравцова, Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. И вот как прокомментировал послание губернатора глава Самары Олег Фурсов. Конечно, международная обстановка и та экономическая ситуация, в которой мы развиваемся, они диктуют и ритм послания, и его, скажем, настрой. Послание, на мой взгляд, достаточно жесткое, но основной тезис заключается в том, что мы должны консолидироваться перед угрозами, которые существуют вокруг страны. Несмотря на сложность 2016 года, добились определенного экономического роста. С учетом того, что 2017 год будет очень непростым, и мы готовимся к чемпионату мира 2018 года, задачи перед нами еще более усложняются. И, конечно, в этих условиях мы должны более внимательно, более бережно относиться к экономии бюджетных средств. Как центр, послание было сделано на качественные изменения в области, на качественные изменения в городе. Вы, наверное, обратили внимание, что поставлена задача подготовки инженеров-технических специалистов. Это очень важная, серьезная задача. Под решение ее будет построен центр одаренных детей, поддержки одаренных детей. Очень отрадно для нас прозвучали слова о необходимости поддержки метрополитена. Мы достаточно давно говорим о тех проблемах, которые там существуют. И, конечно, мы, как город-миллион, хотим видеть метро современным, комфортным, удобным, с обновленным парком. В Самаре открыли мемориальную доску Юрию Голанову, сотруднику ФСБ, погибшему в Чеченской республике. Памятная доска герою появилась на стене Поволжского государственного колледжа, в котором он учился. На торжественной церемонии собрались родственники, друзья и коллеги Голанова. О героях расспросила Олеся Корецкая. Своего отца Ксения Голанова почти не помнит. Ей было три года, когда он погиб. Ксения знает о нем по рассказам мамы. Хороший муж и любящий отец. Настоящий герой для своей семьи и всей Самары. Для меня это очень приятно, потому что я горжусь своим отцом и даже сказать, что я благодарна тому, что память о нем, она пронесется через вот это вот время. Мемориальную доску сотруднику ФСБ Юрию Голанову открыли на стене Поволжского государственного колледжа. Он учился здесь, когда это было ПТУ номер один. Юрий учился на сборщика часов. В группе был самым видным из немногочисленных парней, вспоминает его преподаватель Светлана Данилова. После окончания учебы Голанов часто навещал своего наставника, рассказывал о жизни. Очень гордился тем, что поступил на службу в ФСБ. И последний раз, встречая просто сестру на железнодорожном вокзале, мы встретились с Юрой. Они были, ребята, в камуфляжках, с дорожными сумками. Он подошел, как всегда, говорит, а мы в командировку едем. Он даже не сказал, куда. Светлана Сергеевна не может сдержать слез, ведь Юрий Голанов, как оказалось, уехал в Чечню и уже не вернулся. О том, что любимого ученика уже нет в живых, Светлана Данилова узнала буквально вчера. Юрий Голанов погиб в 2002 году. Сопровождал отряд СОБР, и его бронетранспортер подорвался на фугасе. Прапорщик Голанов получил тяжелое ранение и потом еще отстреливался, не подпуская бандитов к отряду. Умер по дороге в госпиталь. Товарищество в него душе было на первом месте. Он дорожил своими сослуживцами и всегда отличался положительным поведением. За мужество и отвагу Юрия Голанова наградили орденом мужества посмертно. Память о нем увековечили на мемориале ФСБ в Чечне. Юрий Голанов любил спорт. Каждый год в Самаре от Федеральной службы безопасности проводятся спортивные соревнования, посвященные памяти самарского героя. Олеся Карецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Новоселье к Новому году. Самарский регион удерживает лидирующие позиции по строительству нового жилья в Приволжском федеральном округе. Квадратные метры в новостройках выбирают многие военнослужащие из Самарского гарнизона. В последние годы вопрос с квартирами для военных острым уже назвать нельзя. Обещанное государством жилье получить стало проще. Тем более есть и выбор. Марина Коровцова побывала в гостях у семьи военного и увидела, как живут защитники родины. Из окна вид на Волгу. Просторная, светлая трехкомнатная квартира. Именно такую и хотела семья Войцеховских. Ремонт делали сами. Делали так, как хотели. Оно и чувствуется по-другому, когда идешь со службы, уйдешь домой. Это уже настоящий дом, свой дом. Придирчиво выбирали и район. В семье трое детей. Старших уже устроили в школу. В двух шагах от дома. Недешевое приобретение не ударило по семейному бюджету. Деньги на квартиру, субсидии от Министерства обороны. Руслан Войцеховский в вооруженных силах служит больше 20 лет. И в запас не торопится. Надо еще детей на ноги поставить. Без крыши над головой не останется ни один солдат или офицер. Только в этом году в Самарской области жилье, включая служебное, получили больше 800 семей. Есть выбор – либо переехать в готовую квартиру, либо стать участником военной ипотеки, а ее можно оформить уже через три года службы. Либо приобрести квартиру самому на субсидии. Он сам выбирает – квартира, либо жилищные субсидии. Если военнослужащий выбирает квартиру в том или ином населенном пункте, то все зависит от скорости, с которой он предоставит нам документы. Конкретный пример. У меня был один военнослужащий в начале этого года. В так называемой очереди, если это можно так сказать, он состоял ровно 43 дня. Самый популярный вариант – жилищные субсидии. Учитывая, что в среднем на покупку квартиры военные получают около 6 миллионов рублей. Сумма зависит от состава семьи и срока службы. За пять лет собственные квартиры получили больше двух тысяч военнослужащих из Самарской области. И сейчас можно говорить о том, что очереди как таковой на получение жилья уже и не существует. И причем не приходится довольствоваться тем, что дадут. Каждый военный и его семья могут выбрать ту квартиру, о которой мечтали. Определиться с домом, этажом, планировкой, метражом. Исправить новоселье достойно защитника Отечества. Марина Кравцова, Максим Гузев. События. В Самаре планируют сократить количество елочных базаров. Глава города Олег Фурсов поручил департаменту потребительского рынка проанализировать спрос горожан на новогодние деревья. Часто после 31 декабря в городе остается слишком много нераскупленных елок, которые многие продавцы бросают на месте. Лариса Шалафаст подробнее. Елочные базары открылись в Самаре неделю назад. К официальным точкам продажи особые требования. Обязательно должны быть документы на продажу, ограждение и официальная вывеска. Но уже появились нелегальные точки продажи новогодних деревьев. Глава города поручил районным администрациям провести проверки и вывести все несанкционированные деревья. У вас там есть полноценная власть в каждом районе, отделы, которые за это отвечают. Поэтому, коллеги, прошу, значит, такой контроль осуществлять. И бывает у нас так, что 31 числа остается много мусора на месте этих торговых точек. Значит, здесь тоже предварительно, превентивно нужно работу соответствующую проводить. У нас город Новый год должен встречать, значит, в порядке, в чистоте. Принимать на переработку несанкционированные елки готово предприятие в советском районе Самары. Я хотел обратить внимание глав особо на то, чтобы они изыскали возможность предоставления транспорта для вывоза и переработки хвойных деревьев, которые находятся в незаконном вороте. То есть кировские промышленные районы проинформировали о возможности самостоятельной транспортировки и утилизации хвойных деревьев. Еще одна важная тема совещания – содержание катков. Ледовые площадки залиты в каждом районе города – во дворах, парках, скверах и пришколах. Олег Фурсов поручил департаменту спорта тщательно следить за их состоянием. Путь районная администрация определяет ответственного человека, который будет в еженедельном режиме докладывать о состоянии катков. Ну и, конечно, мы рассчитываем на поддержку общественности. И блогеры об этом очень часто пишут, и просто неравнодушные жители, журналисты. Мы должны совместно за этой ситуацией наблюдать и стремиться к тому, чтобы на территории районов были нормальные, пригодные для катания катки. До конца года в Самаре планируется открыть еще 19 катков. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События. В микрорайоне Волгарь появится спортивный комплекс, а в поселке Рубежный станет больше автобусов. Вопросы развития Куйбышевского района жители обсудили на встрече с главой Самары Олегом Фурсовым. Такой открытый диалог в районе проходит не впервые. Подвели итоги прошлой встречи, выполнили почти все наказы жителей. Новый список поручений узнал наш корреспондент. Оживленный открытый разговор. На самые волнующие вопросы жители получают сразу ответы от главы города. Руководитель департаментов районной власти, в свою очередь, распоряжение. Так на виду ремонт дворов. Только в этом году в Куйбышевском районе в порядок привели 12 площадок. Но фронт работ еще обширен. В частности, благоустройство двора в Куйбышевском районе 3, 5, 12, 14 по поводу запланированной хоккейной коробки. Площадка под хоккейную коробку находится в ведении Министерства обороны. Земля не муниципальная. Мэр поручает договориться с собственниками площадки. Мы уже проходили это по проспекту Ленина-Один. Абсолютно то же самое. Установили там спортивную площадку. То же самое и сделать здесь нужно. Проработать вопрос об установке тогда хоккейной площадки, хоккейной коробки, да, дается тоже двухнедельный срок. Развиваются новые микрорайоны. Этой осенью в Волгаре открыли современную школу. Волгар разрастается. Будет у нас там строить какой-нибудь, ну, хотя бы спортивно-оздоровительный комплекс? Строиться будет обязательно. Есть площадка выделенная под это. Это сейчас подбирается инвестор. Ну, я думаю, если все сложится нормально с экономикой, да, то в следующем году, возможно, начало строительства этого центра. Он будет располагаться осетинской с улицей Народной. Без внимания не остается и дорожный вопрос. Будет ли ремонтироваться подъездная дорога в поселок Рубежный, включая улицу Новосельскую? Эту дорогу поручено взять на контроль Департаменту городского хозяйства и экологии. В Кубишевском районе ремонтируют и внутриквартальные проезды, тротуары. Идут и глобальные стройки. Так, через пару лет вопрос пробок должен решить Фрунзенский мост. И это далеко не единственная масштабная стройка. Что касается вообще дороги к Рубежному, да, с 2018 года там должна быть реконструкция, и дорога там до шести полос, по-моему, будет расширяться. Там федералы будут строить. С развязками вот в районе Кольца с Южным шоссе. Все предложения жителей направлены в работу. Какие-то решат уже в ближайшие недели. Остальные войдут в план на следующий год. Марьяна Мирная, Марина Кравцова, Константин Головин. События. Самарский регион снова идет похолодание. Передышка от мороза в выходные выдалась снежной. Но независимо от того, выпадают осадки или нет, уборка сугробов продолжается каждую ночь. Сколько тонн снега уже вывезли из Самары, знает наш корреспондент. Декабрь 2016-го выдался щедрым на снег. Но независимо от того, идет снег или нет, его вывоз продолжается. Каждую ночь на улицах города работают лаповые погрузчики, которые очень быстро собирают снег с обочной дороги и только успевают наполнять КАМАЗы, которые делают по 10-15 рейсов за ночь. Один грузовик вмещает около 70 тонн. Так только за одну ночь и только из Октябрьского района вывозят по 900 тонн снега. И все это всего за несколько часов. Современная техника ускоряет работу. Северо-восточную магистраль и Волжский проспект очистили вмиг. Не только убрали сугробы, но и подмели, чтобы не оставить ни снежинки. За вывозкой будет пройдена колонна, подметет дорогу. Обработаем, если надо, антигололедным материалом. Мы стараемся делать все это оперативно. Мы всегда в этом вопросе прогрессируем. Единственное, что хотелось бы обратиться к нашим любимым гражданам, жителям города Самары, чтобы старались обращать внимание, где проводятся работы, и не припарковывали автомобили в данных местах. Техника и бригады рабочих трудятся во всех районах Самары. Автоколонны на дорогах, отдельные бригады на тротуарах. Даже в лютый мороз работают с огоньком. Коллективное усердие не оставили без внимания и горожане. По улицам видно, что убирают. Видно, что дороги чистят. На выходных предприятие сработало хорошо. То есть фактов заторов движения серьезных не было. То есть проезжая часть была в удовлетворительном состоянии, обеспечивая проезд транспорта. Каждые сутки по городу курсируют по 90 КАМАЗов. За три ночи на спецполигон они отгрузили больше 15 тысяч тонн снега. Контролируют и работу управляющих компаний. Дворы тоже не пустуют. Над чистотой дорожек в выходные работали почти 2,5 тысячи дворников. Олеся Корецкая, Марина Кравцова, Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Колбаса из конины или домашний чак-чак. Любой кулинарный деликатес можно найти на выставке продажи сельхозпродукции местных производителей. В Октябрьском районе Самары такие ярмарки проходят регулярно. Для жителей вкусные и качественные товары, а для самарских предпринимателей расширение рынка сбыта. Андрей Горгуленко отправился закупаться местными продуктами. В хозяйстве у Вадима Когана больше тысячи домашних птиц и 50 свиней. Хлопот хватает, но на ярмарку в Октябрьский район частный предприниматель приезжает постоянно. Не останавливают и крепкие морозы. Главное, говорит фермер, одеться потеплее. Зимой немножко укороченный рабочий день, и темнеет раньше, и холоднее. Ну, есть свои сложности в работе. Приятно кормить своих земляков, не куда-то в южные районы отправлять продукцию, а все-таки здесь непосредственно со своими. В производстве Вадим использует только мясо и специи. Ведь именно за домашнее качество покупатели и любят ярмарки. Нам привозили продукты частники, мы с удовольствием у них тоже покупаем натуральный продукт. Довольны, да? Довольны. В основном на выставке продажи уже опытные предприниматели, работающие здесь не один год. Но и новых производителей район и администрация вниманием не обделяет. Новые, конечно, производства, те, которые появляются, они уже сами выходят на нас, и мы их приглашаем. Ну, очень много таких положительных, очень интересных позиций, которые не представлены в широком ассортименте в тех же самых супермаркетах. Купить деликатесы местных производителей на новогодний стол сможет каждый. Выставка продажи будет работать перед администрацией Октябрьского района и в следующие выходные. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, События. Названы самые дорогие районы Самары. Рейтинг составил фонд жилья и ипотеки. Где покупка квартиры обойдется в копеечку, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В начале недели нефть прибавляют в цене. За один баррель марки Брэн дает 55 долларов 50 центов. Валюта дорожает. Курс на 20 декабря. Доллар 61 рубль 79 копеек, евро 64 рубля 67 копеек. Золото стоит 2253 рубля, серебро 32 рубля 4 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 63 рубля 86 копеек. Дороже всего продать за 60 рублей 74 копейки. В Самаре цены на вторичное жилье пошли вверх. Самыми дорогими районами по итогам ноября признаны Ленинский и Самарский, где средняя цена одного квадратного метра составляет 77 тысяч и 76 тысяч рублей соответственно. Но абсолютный рекорд за Самарским – 128 тысяч рублей за квадратный метр элитной трехкомнатной жилплощади. Наверное, примерно такую хотел взять самарец в ипотеку, но деньги банку возвращать не захотел. В результате задолжал 12 миллионов рублей. Теперь по решению суда проведет 200 часов за исправительными работами. Но ничего, как известно, труд облагораживает. На этом все. Удачи в делах! Путешествовать из Пензы в Самару теперь можно в вагоне знаний. Проект с таким названием придумали специально для школьников, чтобы сделать их экскурсии еще познавательней. Первыми участниками стали 240 ребят из Пензы. Своими впечатлениями от поездки они поделились с Валерией Макаровой. Четыре с половиной часа в пути и вот он, Самарский вокзал. На перроне волнения, ведь юные гости из Пензы первые участники межрегионального проекта «Вагон знаний». Уже из названия понятно, что в поезде скучать не пришлось. А школьникам рассказывали о городе, в который они едут. Спасибо большое ведущим. Они нам как бы такие маленькие уроки провели по географии, по русскому, по литературе. Нам очень понравилось. Мы все рады. Запомнилось-то что больше всего? Больше всего мне запомнилось красивые виды из окна. Вот так, чтобы на поезде куда-то вот так далеко, без родителей, сопровождения взрослых, близких, мы впервые. Есть предвкушение как-то нового, то, что будет у нас Самара космическая. На вокзале школьников встречали герои мультфильмов, экскурсоводы и первые лица города. Эта первая туристическая поездка откроет целую линейку железнодорожных туров для школьников. Самарцы тоже смогут отправиться в познавательный уикенд в Пензу, но уже в следующем году. Для таких путешествий, считают эксперты, поезд один из лучших вариантов. Стоимость перевозки, она, соответственно, конкурирует и с автобусными перевозками и становится доступным именно для организации школьных групп. И мы делаем именно в развитии межрегионального сотрудничества ставку именно на такой формат работы со школьными группами. Целый день будет у пензельских школьников, чтобы познакомиться с Самарой. Даже мороз в минус 21 им в этом не помеха. В теплых автобусах они объедут весь город с обзорной экскурсией. И обязательная точка остановки, и такая долгожданная для многих школьников, это музей «Самара Космическая». Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Хоккейный клуб ЦСК ВВС сенсационно разгромил одного из лидеров высшей хоккейной лиги. Какими сюрпризами еще порадовали болельщиков, самарские спортсмены расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские тэквондисты завоевали 8 медалей на международном турнире. Баскетбольная «Самара» занимает третье место в чемпионате страны после первого круга соревнований. Хоккейный клуб ЦСК ВВС сенсационно разгромил одного из лидеров высшей хоккейной лиги. Хоккейный клуб ЦСК ВВС продолжает усиливать состав команды, и это приносит результат. Новички Даниил Гореев и Александр Степаненко в первых же матчах за самарцев забросили победные шайбы. В гостях военные летчики сенсационно выиграли одного из лидеров чемпионата страны Смоленский Славутич 1-0 и 4-0. Благодаря этому ЦСК ВВС поднялся на одну строчку выше в турнирной таблице и сейчас занимает восьмое место в высшей хоккейной лиге. Славутич, потеряв очки, остановился на четвертом лидер Ростов. Баскет-клуб Самара продолжает победную серию матчей. На этот раз ему покорился Спартак Приморья в заключительной игре первого круга чемпионата Суперлиги. Дебют встречи прошел в равной борьбе, а начиная со второй четверти до самой финальной сирены волжане хозяйничали на площадке. В итоге Самара разгромила Спартак 87-58 и поднялась на третье место в Суперлиге. Впереди только Новосибирск и Иркут. В четверг в МТЛ-арене пройдет четвертьфинал Кубка России. И Самара принимает уральский темп. Ксения Суринская из Октябрьска завоевала бронзовую медаль международного юношеского турнира по тэквондо. В Казани она провела три поединка и одержала две победы, причем досрочно. Сызранскому бойцу повезло больше. Максиму Гошкину достоился серебряной награды. Всего же на счету сборной региона восемь медалей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самара ГИС и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова